Эндоскопическому отделению Центральной городской больницы исполнилось 10 лет. Эта служба одна из самых маленьких в ЦГБ, но от этого она не менее важная. О работе отделения в нашем следующем материале выпуска. Процедура неприятная, но это не больно, она не болезненна. Это процедура и недолгая по времени, максимум полторы минуты занимает. Это новая эндоскопическая стойка, многомиллионная по стоимости и ультрасовременная по своим возможностям. Ноябрьские врачи-эндоскописты ждали ее давно, ведь с помощью такой аппаратуры их возможности, но если не стали безграничными, то весьма расширились. Врач на экране видит все, что камера снимает внутри пациента. Если надо увеличить какое-то место или осветить, или приблизить, пожалуйста. Мимо такого осмотра болезнь не проскочит даже на самой ранней стадии. И это особенно важно, говорят врачи, для онкобольных пациентов. Это новая видеостойка, которая позволяет визуально на экране в большом разрешении осмотреть верхние отделы, в данном случае верхние отделы желудочно-кишечного тракта, пищевод. Вот сейчас мы проходим пищевод, глоточек делаем. Современная медицина стремится глубже заглянуть в организм человека. Естественно, ее развитие невозможно без развития эндоскопии. Мы занимаемся, прежде всего, диагностикой состояния пищеварительной системы верхних и нижних отделов и системы дыхания. Кроме диагностики, выполняем достаточно большое количество лечебных манипуляций. За год специалисты эндоскопического отделения проводят около 74 тысяч исследований верхних и нижних отделов пищеварительной системы, дыхательных путей, кишечника и так далее. В общем, с улыбкой говорит заведующий отделением Василий Добряков, все язвы и гастриты – это наша работа. И, конечно, они не только ставят диагнозы, но и лечат, и оперируют. Вообще эндоскопия – часть хирургической службы, поэтому все врачи-эндоскописты имеют хирургическую специализацию. А новое оборудование, к слову, позволяет без разрезов удалять опухоли в желудке или, к примеру, извлекать инородные тела из пищевода. Ну, здесь мы видим небольшая гиперемия есть, воспаление желудка. Дальше через приворотник вот так поворачиваемся, смотрим, постбудуарный отдел, залуковичный отдел. Ну, и тут смотрим, что тоже небольшая гиперемия есть, но дефектов нет нигде. Наше отделение выросло из эндоскопического кабинета, который впервые в нашей больнице появился в 88-89 году. Служба постепенно росла, работало два врача. И 10 лет назад, 2 февраля 2003 года, в нашей больнице было открыто эндоскопическое отделение. За эти годы мы обросли новой аппаратурой, инструментами, конечно же, новыми технологиями. Но самое главное, за эти годы у нас сформировался коллектив. Коллектив сплоченный, работоспособный, где работают профессионалы. К слову о профессионалах из 20 человек, что сейчас работают в эндоскопии, большинство здесь не только с момента открытия отделения, а с момента открытия кабинета. А главным и очень приятным подарком службе к юбилею, улыбаются врачи, стало приобретение инструментов. Впервые за много лет они получили его столько, сколько необходимо для работы. Ирина Потехина, Григорий Куроптев, Новости нашего города. Ирина Потехина, Григорий Куроптев, Новости нашего города.